Друзья, одна из тихих улиц Буэнос-Айреса. Мы чуть-чуть свернули в буквально квартал от Центральной Аввениды. И вот такая вот красота образовалась. Фикусы Бенджамина растут. Там, посмотрите, какой домик интересный. Запятанную визуалинами перед башеной. Тихая, чистая улица. Тихая, чистая улица. Тихая, чистая улица. Еще несколько архитектурных вкусняшек в мою копилку. Самой моей спиной французское бальсовство, насколько я понимаю. И посмотрите, какой охотняк красивейший. И какая открывается панорама. Закрывается, смотри. Посмотрите. Очень красиво. Для ценителей архитектуры Байрес это просто как меха. Столько всего. Но я имею в виду старые здания. Они просто потрясающие. Захватывают дух. И, конечно, кто в этом еще и разбирается, тем для обсуждения и для любования будет масса. Два дня уже идет эпопея с переводом документов. Вчера отвез переводчику. Такая интересная парочка. Чуть ли не белогвардейские еще и мигранты. Ну, послевоенные, конечно, дети их, скажем так. Живут они здесь очень и очень давно. Аж с 48-го года. Послевоенных времен. Ну, в принципе, довольны. Ну, у них выбора нет. Ну, собственно. Уже они никуда в 80 лет не тронутся отсюда. Заболтали до полусмерти. Видать, соскучились по русской речи. Просто не отпускали. Вцепились клещами таки. И рассказали все. Политическую обстановку. Планы. Или их отсутствие. Пообщались, поболтали. Рассказали они нам вкратце про жизнь в Аргентине. Стоит ли, не стоит ли здесь пытаться ассимилироваться. Ну, говорят, что попробуйте. Попробуйте. Ну, что они могут сказать. Нет, ни в каком случае не надо. Все, ничего не получится. Вряд ли, кто такое скажет. Ну, на самом деле, впечатления всякие, всякие неоднозначные. Ну, и так и не должно было быть, чтобы он пришел, а тут все масляное такое прям. Но была бы она такая масляная, чудесная страна, и как бы тут уже битком бы было набито. Ну, да, неоднозначно все. Надо думать, думать и думать хорошо. И вы собираетесь сюда. Вы тоже думайте. Думайте. Приедьте, посмотрите, как я, например. Документы перевели. Теперь надо их отнести в коллегию переводчиков, чтобы там все это утвердили. И потом буду двигаться дальше. Или не буду двигаться. Я еще не решил, честно говоря. Ну, документы сделаны всякие случаи. Хай будут. А там посмотрим. Настолько здесь все просто неоднозначно. Не так все просто. Не так все гладко. Не то, что мне хотелось бы, но могло было быть. Что хотел сказать об аргентинцах еще. Очень непосредственные люди. Мне нравится пока. Люди нравятся, да. И страна хорошая. Ну, вот вопрос ассимиляции здесь, конечно, остается открытым. Это самый простой способ ассимиляции здесь. Это брак, ребята. Что хотите, говорите. Это брак. Либо у вас много денег, либо здесь надо жениться, либо выйти замуж. Это самый будет быстрый способ. Во-первых, в изучении языка, обычаев и вообще образа жизни Аргентины. Это брак. Либо с кучей бабла приезжать, покупать недвижимость и просто жить и вкатываться в эту жизнь. Других способов. Там что-то приехать, батрачить сюда. Ну, если вам 20 лет, то, конечно, можно это сделать. А если вам полтос уже катит, ну, батрачить. Без знания языка хорошую работу найти невозможно. Либо, вот какая-то удаленка есть. Может быть, там баксов за, ну, тысячу-две. С меньшей суммой месяц здесь просто не прожить. Потому что жилье баксов 600-700 в месяц. Это еще, если повезет. Ну, и пожрать. Как в России. Ну, еще там, может быть, три сотни. Вот уже штука просто вот никуда. А еще плюс транспорт. Ну, сами посчитайте, прикиньте. Так что вот. Именно поэтому мы путешествуем. Пока только путешествуем. Очень раскованно они в одежде. И как-то, ну, не то, что небрежно. Ну, так спокойно относятся. Не наряжаются. Русские девушки не особо красятся. То есть, наверное, в будние дни, вот в электричке едешь, все, в принципе, не накрашены. Вот так. А так жизнерадостный народ. Ну, опять же, миф о том, что они прям все ходят с троем и улыбаются вам. Это, конечно, миф, это бред, такого нет. Также они озабочены своими проблемами. Вот. Никто вам на шею целоваться не кидается, обниматься. Но если, как бы, вы с ними же начинаете общаться, да, общение проходит довольно приятно. За редким исключением. И если они к вам проникнутся, действительно, вы там с ними тоже очень по-доброму общаетесь, да, они-то тоже начинают проявлять эмоции. Эмоции положительные. Вот у нас был случай, у нас официантка так прониклась к нам в ресторане, что вот полезла целоваться к моему оператору. Вот такая прям милая девочка была. Ну, а так, все как у нас. Все как у нас. Из негативчика, ну, что можно сказать из негативчика? Это что, бомжи, что? Бомжи, мать тех сана. Я не знаю, почему они не борются, то ли в силу какой-то толерантности чрезмерной. Но есть они эти. Вчера, а, вот сюжет. Сняли сюжет вчера про вокзал. Железнодорожный вокзал, короче, бомба. Очень красивый, очень интересный. И рядом автовокзал, огромнейший такой, несколько терминалов, бесконечные ряды касс, современные автобусы. Друзья, мы на автовокзале ретировали, вернее, на подходе к нему. И не смог я пройти мимо вот этих бубликов, это любимые бублики Леонида Тима. Вот решил попробовать. Он так вкусно ел, что я соблазнился и согрешил, купил на вокзале его. Уже вкусил, уже попробовал. Они соленые, с каким-то таким сырным привкусом. Ну, все-таки, несмотря... Нет, не на милое личико, несмотря на неказистый вид, они достаточно вкусные. Ну, такие. Единственное, что стрёмно, покупать в таких местах, а так вполне себе ничего. Ну, вы видите, сзади, какие красоты. Ну, а если повернетесь туда, то там будет тот самый вокзал. И сегодня, выходной день, и народу более-менее мало. А так тут трешки творится. В общем, видите, рюкзак вот так. Только так надо вешать в рюкзаке. Особенно в таких местах. Так что, ладно, пойдем дожевать публики. И покажем еще потом вокзал. Колода. Пока у нас камеру, нахуй, не отопрали. Друзья, мы на вокзале Ретиро. Это потрясающий железнодорожный узел. Отсюда уходят пригородные электрички, тигры и митры. Посмотрите, какая архитектура. Похоже на киевский вокзал. Такие же ажурные металлические конструкции. Составляют основу купола, который накрывает собой перроны. Я так понимаю, этот вокзал недавно отреставрировали. И как бы получилось это успешно. Поезда здесь весьма современные, с кондиционированием. Внутри комфортно, удобно. Но опять же, и в этой прекрасной картине есть своя ложка дегтя. Это продавцы, которые ходят по электричкам, как у нас когда-то. В 90-е и начале 2000-х годов. И всякие поберушки. Отравляя атмосферу поездки. И мешая спать, и вообще себя чувствовать комфортно. В этом поезде. А так, очень красивый вокзал. Очень чистый и безопасный. Вот такие современные, симпатичные вокзалочки. Ходят по пригородным маршрутам до Митре и до Тигра. Из того именно города, где мы были. Очень удобные, комфортные. Достаточно быстрые. Внутри чистенько, прохладненько. Кондиционерчик работает. Послушайте, что творится рядом с этим вокзалом. Это трэш просто. Я такого никогда не видел. Бомжей! Куча вся эта вонь. Они там лазают, чекаются, сидят, жрут. Чуть ли не срут. Ну, в общем, трэш полный. И рядом еще как раз это Вижья 31. Самая такая трущоба знаменитая. Ну, в общем, так слегка напрягся я вчера. Не то, что они там что-то пристают. Просто их вид и вонь. Вот это неприятно, скажем так. Неприятно. То есть, понимаете, здесь соседствует нормальная жизнь, нормальные, хорошо одетые люди, прекрасные лица. И вот это вот, ну, и все это рядышком, рядышком. В хороших районах, конечно, их меньше, но вот мне вот надо на автовокзал из хорошего района. Там я их не видел никогда. Вышел, херак, а их там тьма. Ну, в общем, так. Ну, и, соответственно, поскольку не проживают на улицах, они тут же и справляют свою нужду. И запашок весьма даже на центральных улицах имеется. Ну, вот такой вот негативчик. Ну, так. Все, в принципе, неплохо. Ладно, пойдем мы в парк погуляем и продолжим. Пока. 500 метров от шумного города, и мы попадаем в настоящие джунгли. Я не знаю, как этот парк называется, но он очень красивый. Чистый, оборудованный всякими дорожками, какими-то столиками. Мы только вошли. Еще непонятно, чем он насыщен. Но пойдем дальше и посмотрим. Но уже были вывески змеи, осторожно. В общем, уступаем очень осторожно. А, какая-то тварь типа большой крысы пробежала. То есть, я думаю, тут немножко крокодила есть. Кто знает. Пойдем мы погуляем и приглашаем вас с собой. За моей спиной так называемый эстуарий. Он кажется бескрайним. А там, на том берегу, Урагуай, куда я собираюсь, ну, может быть, через 2-3 дня. Вода мутная, грязная, какая-то неприветливая. Хочется уже на океан. Но пока как-то задержался я в Байрисе. Наверное, слишком долго. Надо было чуть... И уже как-то выехать тяжеловато. Уже прижился, пустил корешки какие-то. Но надо двигаться дальше. Как бы завтра выдвигаемся. Пойдем. Этот парк кажется бесконечным. Но мы движемся по направлению к нашему дому. Я думаю, там где-то есть еще выход к мосту женщины. А может, мы его же и прошли. Не знаю. Отличное место отдыха здесь. Я думаю, тут выходные битком. Да, скорее всего, так и есть. Завершили мы прогулку по этому лесопарку. Посмотрели на Лаплату. 6 км 10, наверное, отмахали. Влажно очень, душно. Ну, прикольно. Ничего там особенного нет, кроме экзотических деревьев и дороги вдоль этого леса. В принципе, больше ничего. И такие прогалы. И в них видна Лаплата. Ну, я вам скажу, тоже зрелище такое. Мутная вода, волны и бескрайняя вот эта вот грязная поверхность воды. Безусловно, Байрис очень-очень зеленый город. Он утопает в зелени и очень красивый. Нареиды тут у меня сзади. Там еще что-то. То есть, всего не посмотреть. Но, в принципе, у меня и не было такой цели досконального изучить. Если нас интересуют какие-то туристические места, там, река Лето, по кладбище, точно не пойду шастать. Все это можете посмотреть у других. Я для себя составил впечатление о городе. Впечатление положительное. Большей частью зато переезжать надо. Тоже некие волнения такие. Переезд вот этот вот. Я уже прижился в отеле. А сейчас переезжаем на квартиру. Вернее, часть дома. Тоже как-то волнительно. Хрен не узнать, что там за хозяева. Но, наверное, скорее они боятся. Куча сообщений прислала. Что? Да как? А с кем ты приедешь? Ну, увидишь, с кем я приеду. Мало не покажется. Пойдем мне есть и спать. Да, поля.